Здарова, друзья! Меня зовут Андрей Плужник, и я решил с помощью имен топовых ютуберов заманить побольше людей на свой канал, ну, потому что мы здесь реально делаем годный контент и неплохой комьюнити собирается, поэтому welcome! И сегодня я расскажу вам и покажу вам Ивангая, собственно, почему его, потому что он топовый ютубер, да, как бы мы не можем этого отрицать. И когда я понял то, что мне придется снимать видео про него, про то, как он делает монтаж и свои эффекты, я немножко приуныл, потому что до этого не смотрел, и какое-то у меня субъективное мнение было, что там какое-то говнецо снимается. Но вы знаете, я был приятно удивлен, независимо от контента, который там внутри, я посмотрел на монтаж, на то, как он это делает, на эффекты различные, там реально все круто. Лично мне он напомнил, например, PewDiePie, да, самого топового ютубера вообще всех времен и народов, до сих пор остающегося, и Ивангай делает интересный, динамичный, прикольный, самое главное, простой монтаж, который интересно смотреть. Поэтому сейчас мы рассмотрим три эффекта от Ивангая и разберем, как их делать. Поехали! Желатин нам еще понадобится! Итак, эффект номер один, напомнил мне заставку из фильма «Большой куш», когда представляли главных героев. И, в общем-то, для этого нам понадобится какая-нибудь мягкая штука, в моем случае это бандана, и мы делаем следующее. Получилось вполне неплохо. И заканчиваем мы все это дело любимой маской, конечно же. Ой. Ну, короче, полезли в премьер, и я сейчас покажу подробно, как это делать. Начнем с первого эффекта. Выделяем тот момент, где мы хотим остановить наш кадр. Нажимаем «Add Frame Hold», удаляем звук, и, как видите, у нас останавливается. Теперь нажимаем кнопку «Option» на Mac, перетягиваем этот кадр вверх и копируем его. Заходим в «Effect Controls», и с помощью выделения в «Opacity», то есть прозрачность, выделяем наш объект. Выделить его лучше очень-очень четко и поподробнее, поэтому я ускоряю время. Именно этот кусок у нас будет, так сказать, увеличиваться на нашем кадре. Выделили, соединили последнюю точку, теперь выделяем наш кадр и нажимаем тот самый «Add Frame Hold». Переходим на самый первый кадр в этом кусочке, нажимаем на сене части около «Scale», то есть масштаб. Отъезжаем на конец кадра, делаем «Scale» побольше, и теперь у нас этот кусок будет отдельно от фона приближаться. Затем выделяем наш кадр ниже, который является нашим фоном. Заходим в закладку «Color», и там «Sturation» ставим на 0, чтобы она стала черно-белой. Находим в интернете эффект взрыва на зеленом экране. Я вам ссылочку под видео обязательно оставлю, так что скачивайте. Выделяем тот момент, где взрыв начинается, и до того момента, когда он заканчивается. Перебрасываем все это дело на наш таймлайн. Чтобы брать зеленый экран, нам нужно воспользоваться эффектом «Ultra Key». Переносим его на наш кадр со взрывом. Берем пипетку, нажимаем на зеленый цвет, и, как видите, зеленый экран уходит, у нас остается только взрыв. Теперь применяем разные настройки «Scale», «Rotation» и так далее, чтобы взрыв был в том месте, где мы хотим. Наверное, проще будет применить эффект и базовые настройки к первому кадру, а дальше с помощью клавиши «Option» его скопировать и просто переместить туда, куда необходимо. Отлично, у нас получается вот такая вот картинка. Теперь нам необходимо сделать мигание под наш дабстеп. Мы заходим в закладку «Эффекты», ищем «Lumetric Color», кидаем его на кадр нашего бэкграунда, и дальше настройках «Effect Controls» этого кадра. Ищем «Lumetric Color» в самом низу, выбираем «Basic Correction» и ставим синий часик напротив «Tint». «Tint», по-моему, это оттенок. И дальше каждую пару кадров мы изменяем «Tint» в плюс и в минус. Таким образом наш экран, как видите, становится то зеленым, то фиолетовым. Делаем несколько раз, копируем эти точки, копируем их на протяжении всего времени. Получается примерно вот так. И сразу переходим к следующему эффекту. Он достаточно простой, основная идея такая же. Мы делаем «Add Frame Hold», дальше копируем этот кусок, у нас будет фон, и у нас будет тот кусок, который мы будем изменять. Выделяем наш объект, здесь можно не сильно париться. Снова добавляем «Add Frame Hold», изменяем его позицию во времени, чтобы он отъезжал в сторону. Дальше добавляем эффект «Blur», то есть размытие на наш фон, и чтобы он тоже изменялся со временем. Дальше копируем наш кусок, где я отъезжаю в сторону. Кидаем на него эффект «Drop Shadow» и в настройках «Effect Controls» делаем белый цвет, немного увеличиваем и инвертируем. Таким образом у нас получается чисто белая картинка. И нам осталось добавить только надпись. Заходим в «File», «New», там ищем «Legacy Title», пишем наш текст, и дальше кидаем это на наш timeline в том месте, где хотим. Соответственно, никакого движения я не применял, надпись просто появляется. И тут остается только добавить звуки из «Mario». А теперь, друзья, переходим к самому интересному пуску и самому сложному, где мы применяем маску. Для этого нам понадобится Photoshop, создаем наш новый файл. Далее в настройках «Окно» находим шкалу времени, нажимаем «Создать шкалу времени для видео», затем добавляем объект, то есть наше видео. В меню «Слои» выбираем «Слои видео» и нажимаем «Создать пустой видеослой». Таких видео слоев нам понадобится парочка штук на всякий случай. Теперь под каждый слой мы создаем группу видео, кидаем туда наши слои и равняем их по длительности с нашим видео. Увеличиваем наш масштаб, чтобы было удобнее работать. И дальше нам остается только монотонная работа. В моем случае, в принципе, нам пригодится только один слой, но на всякий случай лучше сделать несколько, на них мы сможем делать разные изменения. Называем наши слои, чтобы было понятнее разными именами. Конкретно у меня это «Линии цвет». Слой цвета создавал, чтобы закрашивать некоторые объекты, которые нельзя сделать заливкой. В моем случае получилось без этого. Чтобы видеть, что было на предыдущем и на следующем кадре, так удобнее работать, выбираем в этом меню «Параметры кальки». Стандартные параметры нам, в принципе, подходят. Нажимаем «Ок». Видео становится более темным. Нам нужно выбрать кусок с видео и сделать его прозрачным где-то на 50%. Тогда нам будет видно, что было в предыдущем кадре, в следующем и в само видео. Приближаем, выбираем снова кисть, подбираем по размеру и начинаем рисовать наш контур. Отрисовав первый кадр, нажимаем «Следующий». Видим с помощью кальки то, что было на предыдущем кадре. И теперь эту окантовку рисуем на всех кадрах, в которых мы хотим нашу анимацию сделать. Да, обязательно вы должны стоять на первом кадре. Теперь мы должны с вами руками отрисовать каждый кадр. Поэтому рассчитывайте свои силы наперед, делайте ваш рисунок попроще. Заново проходим и то же самое делаем с заливкой. Важно, чтобы вся ваша окантовка была замкнутой, тогда заливка будет работать удобно. Если она будет не замкнутой, вам придется еще проходиться по слою. Цвет и руками каждую картинку закрашивать, что очень и очень геморройно. В итоге мы получаем полную анимацию в слое под названием «Линия». Удаляем все остальные слои. У нас получается вот такая вот штукенция. Видите, ничего нету. Первый кадр стоит и прозрачный форм. Заходим в меню «Файл», «Экспортировать», «Экспорт видео». Здесь выбираем название, а дальше выбираем последовательность изображений в Photoshop. У нас будет много-много кадров, а не кусок видео. Выбираем честу кадров, как в нашем видео. Выбираем необходимое разрешение. И здесь в альфа-канале выбираем обычный режим, не подложка. Дальше нажимаем «Рендеринг» и получаем много-много-много-много файлов. Поэтому создавайте отдельную папочку под них. Затем заходим в Premiere, нажимаем «Импорт», находим, где наш файл находится, нажимаем «Options». Выделяем галочкой «Image Sequence», то есть последовательность файлов. И Premiere создает один файл с чертой кадров, как вы указали. Выбираем именно тот кусок видео, где мы начинали. Нажимаем «Play» и получаем вот такую вот интересную картинку. Вот такой, друзья, выпуск получился. Мне кажется, достаточно вышло прикольно. Обязательно оставайтесь со мной. Подписывайтесь, лайкайте, бубенцы звоните, чтобы всегда знать, когда новые серии выходят. И главное, комментируйте, потому что мне важно знать то, что вы хотите увидеть в следующей серии. Пока!